Динова? Да. Кто мне список пришлет? Я вам отправила той пары, этой тоже пришлю. Да, пожалуйста, потому что я просто не успеваю даже посмотреть. У меня экзамен только что закончился, а я осталась без обеда. Но это не страшно. Идем, значит, дальше. Значит, самое основное, первое понятие – это новый. Следующее понятие – новшество. Но новшество, оно, можно сказать, является уже каким-то созданным объектом. То есть это вы прочитали и записали, наверное, это средство, которым может быть новый метод, методика, технология, учебная программа, учебное пособие, учебник, прием даже может быть новым совершенно. Новые средства оценивания сегодня – это очень важная вещь, востребованная. И, в общем-то, здесь тоже учитель может заниматься педагогическим творчеством. Дальше, почему-то куда-то исчезло нововведение. А, вот оно есть внутри. Нововведение. Нововведение является синонимом инновации. То есть это фактически внедрение в учебно-воспитательный процесс тех новшеств, которые были разработаны или учителями, или учеными. Это их внедрение направлено на целенаправленное изменение, которое вносит в среду внедрения новые стабильные элементы. И постепенно, накапливаясь, эти новые элементы меняют состояние системы обучения, системы воспитания. Они переводят их с одного уровня на другой, более высокий и более качественный. Они вызывают изменения в системе обучения и воспитания, в системе деятельности всего учебного заведения. И постепенно это учебное заведение выходит на новый уровень своего развития. И, возможно, начинает лидировать среди других учебных заведений города, района, региона, республики, может быть. Постепенно это учебное заведение, учителя которого занимаются инновационной деятельностью, повышает свой рейтинг, наращивает свою конкурентоспособность, наращивает свои те или иные конкурентные преимущества. Если у вас возникают вопросы, то вы по ходу работы задавайте мне эти вопросы, пожалуйста. Так будет интереснее даже. Следующее понятие это инновационный лак. То есть период времени между появлением новшества и воплощением его в нововведение, в инновацию. Инновационный лак, его надо принимать во внимание обязательно, потому что если он растягивается на продолжительный период времени, то фактически это означает, что не очень активно учитель или педагогический коллектив занимаются инновационной деятельностью, и не очень активно учебное заведение меняет свое положение среди других учебных заведений города. Но если инновационный лак короткий, конечно, это с одной стороны хорошо и для отдельно взятого учителя, и для учебного заведения, но быстрее наступает утомляемость учителей, и в общем-то это тоже грозит негативными последствиями, в том числе на здоровье некоторых может повлиять. Но это зависит все от индивидуальных особенностей, от индивидуального потенциала каждого учителя. Если у учителя индивидуальный инновационный потенциал высокий, то у него инновационный лак будет коротким. Если низкий, то инновационный лак будет длинным, и учитель будет постоянно недоволен теми условиями работы, в которых он находится. Его будут раздражать предложения администрации школы принимать участие в конференциях, в конкурсах и так далее. Но это все зависит от нашего индивидуального творческого или инновационного потенциала. Если потенциал высокий, учитель более высокую активность проявляет. Если низкий, то менее активен учитель. Если потенциал повыше, чем у других, учитель достигает больших результатов, и достижение у него выше по сравнению с другими учителями. Он постепенно становится лидером в своем педагогическом коллективе, а может быть и не только в своем, может быть на уровне города и региона, республики и страны в целом. Об этом свидетельствует, допустим, такой конкурс, как лучший учитель России, ежегодно который проводится у нас в стране уже в течение многих лет. Идем дальше. Следующее понятие – это инновационный процесс. То есть это комплексная деятельность по созданию, рождению, разработке, освоению, использованию и распространению новшеств. Вот этим процессом должен заниматься сам учитель. Если он заимствует чьи-то разработки, то он не совсем комплексно участвует в этом процессе. Он заимствует и внедряет их в свою работу. Распространять чужие новшества он не может. То есть инновационный процесс у такого учителя, который занимается заимствованиями, носит ограниченный характер. В какой-то степени использование заимствованных новшеств способствует развитию профессиональных способностей учителя, но тоже недостаточно полное и ограниченное. Потому что он использует чужое. А все-таки активнее профессиональные способности, качества формируются или развиваются только тогда, когда учитель сам занимается разработкой нововведений. И это предпочтительнее, конечно, для его профессиональной деятельности. Следующее понятие – это инновационная деятельность. То есть деятельность, связанная с трансформацией идей. Обычно это бывают результаты научных исследований и разработок или других каких-то достижений в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынки в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства услуг. И использованные в практической деятельности. Я хочу сказать, что есть учителя, которые стабильно, непрерывно занимаются инновационной деятельностью. И у них стабильно высокие результаты. И я считаю, что правомерно было бы, если бы у них была стабильно более высокая зарплата по сравнению с теми учителями, которые этим не занимаются. А такие есть. И вот когда учитель занимается инновационной деятельностью, конечно, у него качественно другие результаты демонстрируют ученики и в учебном процессе, и на экзаменах ГИА, ЕГЭ. И у него есть, в общем-то, собственные разработки. То есть он является обладателем инновационных продуктов, которые можно с полным правом назвать высокоинтеллектуальными продуктами. И еще один момент, на который необходимо обратить внимание, это теснейшая связь инновационной деятельности и исследовательской деятельности. И фактически они сегодня сопровождают друг друга. Дело в том, что когда учитель внедряет свою разработку, он уже занимается каким видом деятельности, как вы думаете? Можно еще раз? Учитель разработает какое-то новшество. Он его внедряет в учебно-воспитательный процесс. То есть чем он занимается? Исследование, наверное. Это исследовательская деятельность. Но какой ее вид? Он внедряет. Для чего он внедряет? Ну, чтобы было что-то новое. Не только, а еще для чего? Проверить, сработает или нет. Да, проверить эффективность этого новшества. Ему же интересно, а как вот это новшество сработает? Какие даст результаты по сравнению с теми методами, например, обучения, которые он применял раньше? Или по сравнению с тем содержанием, которое он применял раньше, содержание обучения? Повысится интерес учащихся к изучению учебного предмета или не повысится? То есть результат это надо как-то определять, что это за вид деятельности. Чем он начинает заниматься, когда он внедряет новшества в учебно-воспитательный процесс? Это инновационная деятельность. Какая? Инновационная. Ну, вы же уже только что сказали исследовательская. Какой вид исследовательской деятельности? Чем фактически начинает заниматься учитель, когда он внедряет в учебно-воспитательный процесс какое-то новшество? Вы такое слово слышали когда-нибудь? Эксперимент? Слышали или нет? Да. Да, почему не называете тогда? Это же экспериментальная деятельность. Он внедряет для того, чтобы проверить эффективность этого новшества. И вот здесь вот в том числе параллельно идут инновационная и исследовательская виды деятельности, а еще конкретнее экспериментальная деятельность. И если учитель не занимается определением эффективности нововведения, вот тогда нет экспериментальной деятельности. А если он занимается, если его это интересует, то экспериментальная деятельность, хотим мы или не хотим, присутствует. Но мы должны быть подготовлены к ее грамотному осуществлению. Если мы не можем определить эффективное или неэффективное это новшество, так зачем нам тогда огород городить, спрашивается. А если мы можем, мы тогда можем и эффективность определить, и на базе полученных результатов вот этого нововведения мы можем уже приступать к распространению своего авторского новшества. А как это делается? Это делается в процессе выступления на конференциях, что от учителей сейчас требуют. Это делается в процессе опубликования результатов своей работы, это статьи, это могут быть методические разработки и так далее. То есть это вот все входит в состав, в содержание инновационной деятельности. Но параллельно это еще и исследовательская деятельность. Если учитель этим не занимается, то он постепенно профессионально деградирует, к сожалению. А потом он не понимает, почему именно он попал под сокращение, допустим. Для него это вопрос. Вроде бы я все делаю, что от меня требуют. Я вовремя прихожу, я не прогуливаю уроки, допустим. Я все делаю, журнал заполняю вовремя. За детьми я слежу, там вот это я провожу. А все равно оказывается учитель такой невостребованный. Он дисциплинирован, да, но он не обновляет свою работу, он не повышает ее качество, он не приводит ее в соответствие с новыми достижениями науки и практики. И он утрачивает востребованность и не осознает это еще. И это потом вызывает вот такое шоковое состояние, растерянность, беспомощность, когда он, ну сначала, в общем-то, он оказывается внизу рейтинга. На это надо обратить внимание. Рейтинг – это механизм регулирования нашей конкурентоспособности. Тот, кто наверху этой рейтинговой таблицы, он, в общем-то, в передовых. Тот, кто внизу, тот движется к тому, что он будет невостребован. И на это надо обращать внимание. И нельзя задерживаться долго внизу. Надо карабкаться всеми силами, всеми, извините меня, лапками бить по сметане, чтобы взбить комочек масла для себя. И, оперевшись на этот комочек масла, выскочить из кринки. Вы слышали сказку о двух лягушках, которые попали в кувшин со сметаной? Не слышали? Слышали. Ну вот, выбирайте себе роль какой-то одной из этих лягушек. Вся жизнь такова, и не только в школе, она везде сейчас такова. Идем дальше. Есть такое понятие, как инновационное поведение. Оно не означает приспособление. Оно означает максимальное развитие своей индивидуальности и самоактуализации. Но тот, кто из вас у меня учился, я вот сейчас не вижу просто, кто присутствует сегодня. Ну, Нида Щербакова есть. Еще есть другие. Я, в общем-то, обратила внимание, когда смотрела присутствующих. Я много лет, начиная с середины 90-х годов, и потом на первом курсе, на втором курсе студентов спрашиваю, задаю один и тот же вопрос. Вы хотите быть как все? И вот первые десятилетия я слышала положительный ответ. Нет, да, хотим. А потом вдруг стала ситуация меняться. И вот во второй десятке 21 века я спрашиваю, вы хотите быть как все? И сейчас спрашиваю, и студенты говорят, нет, не хотим. И тогда следующий вопрос. А почему не хотите? Вот я вас спрашиваю, вы хотите быть как все? Разумеется, нет. Тогда следующий вопрос. А почему нет? Ну, хочется показать свою индивидуальность, то, что ты какой-то особенный. А почему хочется показать? Какое-нибудь значение для вас это имеет? Вообще, обладание индивидуальностью для современного человека какое-то значение имеет? Что так долго думаем? Ну, наверное, чтобы стать успешным в своей сфере деятельности. Вот как пример. А еще? Может быть, для рейтинга опять же. Конечно. Вот наверху рейтинга все одинаковые люди находятся. Нет. Скорее всего, нет. А внизу? Внизу, да. Да, в среду. Скорее всего, да. А почему так? Ну, те, которые наверху, скорее всего, они более активные и, ну, разносторонние. Да, нет. Они могут быть и разносторонние, но они могут быть активны вот в том, в чем они сильны, да? И вот эта вот их индивидуальность в том, в чем они сильны, она их выручает. Вот, допустим, есть учителя, которые занимаются активной инновационной деятельностью. У них здесь показатели накапливаются хорошие. Есть учителя, которые активно занимаются организацией исследовательской деятельности школьников. Да? Есть такие или нет? Есть. Есть. Я вот в шестнадцатом году с нашими студентами, с Инфака Литвиненко и Фазлевой, выезжала в Москву для участия во всероссийском конкурсе «Национальное достояние России». И там учителей, которые пять раз привозили своих учеников на этот конкурс, награждают медалями за вот такую активность. Но ведь их же мало, для всей России их единицы, но у них есть вот такая своя индивидуальность. Их ученики готовятся, они в состоянии их готовить, они едут вместе с ними. Вот я ездила за свой счет, но второй раз я уже не поехала. И хотя у меня после Литвиненко и Фазлевой еще двое студенток участвовали, вот в этом году еще одна участвовала, но участвовала в заочном туре пока. А очный тур, который должен был в апреле состояться, сначала перенесли на май, потом перенесли на сентябрь-октябрь в связи с эпидемией. Поэтому она-то намерена ехать, а я нет, не могу, осенью у меня много других конференций будет. И вот учителя проявляют свою индивидуальность в этом направлении деятельности. Кто-то из учителей, допустим, чаще, чем другие, проводит открытые уроки. Это тоже индивидуальность работать на публику, извините меня, причем так качественно, эффективно работать. И школа на таких тоже держится. Школы по графику проводят методические дни открытые для учителей из других не только школ, но и городов. Поэтому здесь тоже индивидуальность учителя проявляет, но чем больше у него вот этих видов индивидуальности, конечно, тем эффективнее он работает. И больше баллов набирает, и наверху лейтинга оказывается. А тот, кто пассивен, у них же вот эти способности не развиваются, индивидуальность не проявляется, и они оказываются внизу лейтинга обижены на всех и на вся. Других учителей более активных они будут называть выскочками. Они, видите ли, сидят тихо, как в засаде. Они не выскочки, выскочить и не удается. Крыжок сделать они не могут. А другие выскочки у них. Другие работают на показуху. А они никак не могут работать, если уж на то пошло. Почему? Потому что нет индивидуальности. А если нет индивидуальности, нет следующего понятия самоактуализации. А если есть у учителя способности, они же просятся наружу. И он должен не только самоактуализоваться, он должен еще и самореализоваться. Вот он выступил удачно, успешно на каком-то конкурсе, он самореализовал себя, и он получает признание. Причем общественное признание. И оно иногда сопровождается хорошим материальным вознаграждением. Вот это же надо принимать во внимание. То есть инновационная деятельность, если вообще в целом говорить о ней, она преследует получение прибыли. А как вы думаете, вот в отношении учителя, в чем эта прибыль может выражаться? В баллах. В баллах в том числе, а еще в чем? Получение гранта. Да, получение гранта. Вот мы, нашу кафедру, и не только нашу кафедру, а весь институт, нас заставляют заниматься грантовой деятельностью. Заставляют. Вот мы в настоящее время очень многие уже оформили заявку на грант и ждем результатов. Результаты, вот у меня, например, они осенью могут быть, а может и не быть. Кто знает, как оценят эту заявку. Но попытка не пытка, пробовать надо, наверное, и потом есть еще такая поговорка, под лежачий камень вода не течет. Если мы не будем оформлять эти заявки, то на что нам рассчитывать, на какой выигрыш, допустим? У нас есть среди учителей очень много таких, которые говорят, ой, а что там пробовать, все равно ничего не выиграешь. Но надо так пробовать, чтобы какая-то надежда была. Надо же готовиться к этому, надо опять демонстрировать свой профессиональный рост. А если вы не готовитесь, а с бухты-барахты оформляете эти заявки, так действительно рассчитывать-то особо не на что. И если учитель активен, он, конечно, вот эти свои способности, он будет демонстрировать невольно. Невольно. Не потому, что он хочет себя показать, не для того, чтобы он выделялся на фоне других. Он невольно будет выделяться. Он невольно будет привлекать к себе внимание, причем разное внимание, и позитивное, и негативное внимание. И вот здесь надо учитывать тот момент, что у нас конкуренция не всегда добросовестная, и отношение к учителю может портиться, в том числе потому, что он выделился на фоне, на общем фоне серых мышек иногда. По-другому не скажешь. И в связи с этим я хочу привести вам в качестве примера книгу Эрики Ландау, которая называется «Одаренность требует мужества». Да, необходимы волевые качества, необходимо мужество для того, чтобы выдержать те реплики, ту оценку, которую одаренный учитель получает от своих же конек. К сожалению, это так. Но останавливаться ему не следует, иначе он будет такой же серой мышкой, как и все остальные, превратиться в нее очень быстро. Если не проявит мужество для того, чтобы двигаться вперед. И, по-моему, вчера я где-то в интернете, наверное, встретила такое выражение. Профессиональное мужество должно быть у качественно работающих учителей, тех учителей, которые не хотят поддаваться всеобщей халтуре, всеобщей фальсификации результатов, манипулирования ими и так далее. Профессиональное мужество нужно обязательно и учителю, который занимается инновационной деятельностью, исследовательской, креативной деятельностью и так далее. То есть нужны определенные личностные качества, среди которых в том числе должно быть профессиональное мужество. Вопросы есть у вас ко мне? Да, я хотел бы высказаться насчет оборотной медали вот этого индивидуализма и инновационной активности учителей. Пожалуйста. Вот мы сейчас, скажем так, разделили все на белое и черное. Сказали, вот есть учителя, которые смелые, мужественные, которые активные и идут вперед, и не мужественные. Ну, есть серые мышки. И, однако, вот на практике показывается, что вот эти вот индивидуальные люди, это, конечно, все хорошо. Да, это все, мы одобряем это. Но, с другой стороны, это может привести к эгоизму. Да, да, да. Да, вот школа – это всегда коллектив, коллектив педагогов. Просто частный случай, учитель может сказать, так, мой предмет, вот он особенный, а ваши все остальные предметы… Нет, он не может сказать, извините, я вас буду перепивать, он не может сказать, что мой предмет особенный. Потому что в соответствии с теориями развивающего обучения нет особенных предметов. Все предметы равны. Физическая культура, иностранные языки, которые раньше были на задворках, они уравнялись, все предметы равны. Черчение, изобразительное искусство, музыка – все предметы равны, потому что они в равной степени способствуют развитию учащихся. Не убедила? Абсолютно нет. Извините, конечно, за откровенность, но, к сожалению, реальность показывает, что вот такой вот равный подход ко всем предметам невозможен. Ну, просто, например, потому что… Возможно, извините меня, возможно, если у учителя сформирована профессиональная педагогическая культура. Если он знаком с этими теориями, если он морально, нравственно относится к другим предметам, то возможно. А если он ненравственно относится к другим предметам и к другим учителям, которые преподают, тогда да, тогда так бывает, как вы говорите. Тогда все в порядке. Если человек морально подкован, если он уважает остальных членов коллектива, то тогда все должно быть хорошо. То есть, фактически, у учителя должна быть достаточно высоко сформирована нравственная культура. Почему? Потому что он свое отношение к предмету, не к тому, который он сам преподает, а к другому предмету, который хочет принизить, он вольно или невольно передаст ученикам. А это непозволительно. Он не должен этим заниматься. И как он будет общаться со своими коллегами, если он не признает их дисциплину учебную, которую они преподают. И потом, тут тоже есть элементы профессионализма. А ты хорошо знаешь другой учебный предмет, его возможности, его потенциал, чтобы проявлять к нему негативные отношения и не признавать его как равного своей дисциплине? Да? Не согласны? Не, я согласен, конечно, да, без проблем. Однако есть такой фактор, как ЕГЭ. И мы знаем, что обязательно ЕГЭ – это, например, математика и русский язык. Да. В частности, вот касаемо нас, иностранный язык пока не является обязательным. Но он же уже будет. Ну да, когда будет, тогда, конечно, все будет более категоричнее. Но вот сейчас… Ну смотри, я вас перебью опять, извините, пожалуйста. Вот русский язык, математика уже иностранный на подходе, да? А сколько у нас таких дисциплин остается, которые не будут обязательными? И что, теперь их надо принижать, что ли? И потом, а что мы должны бороться за то, чтобы каждая учебная дисциплина стала предметом для ЕГЭ? Я, когда кончала школу, вы знаете, сколько я экзаменов сдавала при окончании школы? Не знаете? Ну, судя по вашему вопросу, много. Семь. У нас было семь экзаменов в школе. И четыре экзамена в институте. Одиннадцать экзаменов за лето. Это хорошо было? Если еще учитывать, что вы поступали в несколько вузов? Нет. Я поступала в один вуз. А люди поступали еще в несколько вузов в разные города? Приходилось еще и ездить? Нет, это раньше не получалось. Не получалось. Этого раньше не было. Это сейчас разрешено и условия созданы для этого. А раньше не было этого. Нет, все-таки раньше это было, потому что я помню. Вы не могли помнить, потому что когда я заканчивала школу, все экзамены начинались в один день, и очно они проходили. И как я могла сдать экзамен в Елабужский институт, и в этот же день поехать в Казань и там сдать? Я же не имела возможности. Нет, я просто помню, что вступительные экзамены были в разные даты. То есть люди ездили и в Москву, и в Питер, и в Казань. Они все были в одинаковые даты. Единственная разница была в сдаче экзаменов на очное отделение и на заочное. Вот на заочное дат они были попозже всегда. А очные все в один день начинались. Вам сколько лет, извините? Я поступал в несколько вузов. Я это точно помню, да. Я поступал в КГПУ, тогда было КГПУ. Вам сколько лет, извините? Я не думаю, что эта информация должна быть доступна для всех. Ну, скажем так, мне больше 30. Это ваше право, но возможность поступать в несколько вузов появилась только с введением ЕГЭ. Раньше ее не было. Да, да. Я думаю, мы сейчас уберемся в стенку. Я не буду спорить. Хорошо. Нет, уберяться не надо. Вы просто зря спорите. Я же хорошо знаю все эти особенности, и я прошла через все это. ЕГЭ только разрешила поступать в несколько вузов. Только ЕГЭ. Раньше таких возможностей не было. Если даже вам 30 лет, вы не имели такой возможности. Я думаю, мы сейчас уберемся в стенку. И так, почему сегодня выпускники школ, студенты не хотят быть как все? Почему сегодня востребована индивидуальность? А иногда мы даже говорим не столько об индивидуальности, сколько об уникальности личности. Почему? И вот многие социологи, экономисты особенно, и еще у меня один вопрос будет, но попозже, после того, как мы на этот вопрос ответим. Почему психологи, они говорят об индивидуальности, о востребованности индивидуальной личности в недалеком будущем? Почему сегодня опасно быть как все? Как вы думаете? Ты можешь пойти по неправильному пути? Нет, если вы не пойдете по неправильному пути, вы пойдете туда, куда идет толпа. Понимаете? Туда, куда идет толпа. А толпа, она редко ошибается, с одной стороны. Но она, в общем-то, вот я затрудняюсь сформулировать свою мысль, она не способствует развитию индивидуальности. Толпа вся разом не может быть востребована, да? Из этой толпы все равно работодатели будут выбирать, а кого им пригласить к себе на работу. Так или нет? Толпу же не возьмут сразу всю на работу. И вот когда я этот вопрос задаю студентам современным, они мне дают такой ответ. Почему не хотят они быть как все? Потому что если ты будешь как все, мимо тебя пройдут и ничего тебе не предложат. Ты будешь невостребован, другими словами. А если вы будете невостребованы, в этом и есть уже опасность. Я вам напомню, что растет количество безработных, не только у нас в России, во всем мире растет количество безработных. И есть специфика этого роста. Сокращаются сельхозрабочие. Почему? А там идет новая техника, которая освобождает руки. Вот физический труд становится невостребованным. Сокращаются рабочие в промышленности. Но там востребованы те специалисты, у которых развиты soft skills. И не случайно, вы помните или нет, какой чемпионат в Казани у нас год назад проходил? World skills. Да, World skills. То есть фактически вот те люди, которые, особенно победители и призеры, которые участвовали в этом чемпионате, они уже получили приглашение на работу. Их предприятия уже ждут, потому что это штучный товар, можно сказать, образно говоря. Они индивидуальны. Их приглашают, они востребованы, их ждут и им создадут особые условия для работы. Они будут повышать качество деятельности предприятия и эффективность. Они подготовлены к этому. Но им эта подготовка легко далась или нет? Нет, легко. Конечно, нет. Вы правы. Конечно, нет. Им это тяжело далось. Но у них впереди путь будет полегче, чем у других. То есть они прошли вот этот трудный период своей жизни. Они осознанно его проходили. Они овладевали такими умениями, навыками, развивали у себя такие способности, которых у других нет. И благодаря этому они оказались и победителями, и востребованными специалистами. А у нас же очень многие студенты, наверное, больше, чем ученики. Почему больше? А ученики, они ведь не всё осознают. И им учителя ещё и не все объяснить это могут. А студенты, они и хотят сохранить зону яичного комфорта. Насколько это возможно в современных условиях и в будущем, когда будет нарастать безработица? Скажите, пожалуйста. Возможно это или нет? Нет, так как выход из зоны комфорта способствует развитию. Да, скорее всего нет. А если всё-таки человек захочет остаться в зоне своего личного комфорта, тогда что у него впереди? Что ему светит? Безработица светит оно? Да, в том числе, то есть неуспешность, отсюда плохое психологическое состояние, плохая материальная обеспеченность и так далее. Вот среди моих одноклассников несколько человек таких было и есть сегодня, хотя я уже в солидном возрасте. Но я общаюсь с ними, я наблюдаю за ними. И, ну, в общем-то, никто не ожидал, что я так на работе долго задержусь. Одна, наверное, я и работаю. Отчего я работаю? А я привыкла и в школе работать, и в институте, когда училась, я привыкла работать. И сейчас я не бросаю, так сказать, эту привычку. Но эта привычка, она же меня выручила в жизни. Во-первых, я ни одного дня не была без работы. Во-вторых, я достаточно хорошо всегда получала оплату труда своего. И, в-третьих, меня ничто уже не пугает в моей будущей, ну, так в кавычках, скажем, безработной жизни, когда я перестану работать, я себя обеспечила. Но почему я, допустим, до сих пор работаю? Потому что у меня тоже есть свои какие-то индивидуальные способности, индивидуальные качества, которые позволяют работодателю держать меня на работе. Просто так никто бы не стал держать, если бы я не справлялась, если бы я не показывала определенные результаты и так далее. И еще есть один момент. Вот в работе преподавателя высшей школы, допустим, мы же сегодня нас обязали, просто не спрашивая, хотим мы, не хотим, на таком уровне заниматься научно-исследовательской деятельностью, который позволил бы нам выходить на всемирный уровень. То есть это высочайший уровень. Все соответствуют ему? Нет, не все. У кого-то получается, у кого-то не получается. Опять-таки, от чего это зависит? От индивидуальности, от стремления к самоактуализации, от стремления к развитию, до тех пор, пока вы работаете, от стремления к развитию своих способностей. И еще один очень важный момент. Должны быть сформированы мотивы достижения. Мотивы достижения должны быть сформированы. И я вам говорила, что я вам еще один вопрос задам. Как вы думаете, а почему не сами педагоги поднимают вопрос о том, каким требованием должен будет отвечать человек в будущем, а экономисты? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Почему экономисты этим озабочены, а не педагоги? Почему экономисты изучают тенденции развития общества и требования, которые будут предъявляться к системе образования? Почему они уже эти требования сами формулируют? Потому что речь идет о работозанятости и заполнении рабочих мест, и о рынке труда. Дело, знаете, не в том, что заполняемость. Заполнить хоть сейчас можно, потому что очень много безработных. Есть кем заполнить. Почему не заполняют? Чтобы качество повысить образование. Почему именно экономисты этим озабочены, как вы думаете? Не педагоги, а экономисты, футурологи, социологи, психологи. Почему они педагоги? Ну, вы в начале занятия на первой паре сказали о том, что в тот момент, когда качество образования повысится и вся работа образования будет немного более эффективным, тогда мы получим экономически развитые государства. Да, то есть фактически экономика без высокообразованных специалистов развиваться не может. Потому что просто заполнять свободные места, кем попало, невыгодно, нет смысла. Поэтому экономисты и бьют тревогу, можно сказать, что у нас назрело уже противоречие между качеством подготовки современных специалистов и их несоответствием тех требований, тем требованиям, которые фактически предъявляет новый уровень развития экономики. Поэтому экономисты в том числе говорят, что нужна индивидуальность. Я думаю, когда мы говорим об индивидуальности, нужна все-таки востребованная индивидуальность. Естественно. Нам же не надо таких вот художников, ой, забыла я его фамилию, во Францию переехал, который поджег там банк и попал под суд. Это тоже индивидуальность, но она же граничит, находится на грани с психическими расстройствами. Нет, у меня вот больше, вот иногда идешь в подземке, да, очень много людей и молодых, которые играют на музыкальных инструментах. То есть явно человек инвестировал очень много личного времени в это умение. Но, с другой стороны, там не обязательно гитара, да, то есть и на скрипке играют. То есть получается, человек может быть хороший специалист, но не востребован. И в данном случае, то есть возможно его, то есть я вот так представляю, когда я работаю со старшими классами, то есть должна быть профильная ориентация определенная. То есть не то, что ты индивидуально хочешь играть на скрипке, ну и играй на скрипке. Но при этом учитывай, что, возможно, твоя индивидуальность окажется невостребованной. Я не могу говорить, что вот эта индивидуальность пока вот на данный момент не востребована. Дело в том, что, может быть, он еще учится и вышел заработать. Есть такой вариант. Когда он закончит обучение, может быть, он будет востребован. Но вот люди таких профессий, как музыканты, они зависят от определенного уровня культуры населения. Этот уровень у нас в последние годы, знаете, стабильно повышается. Но я бы не сказала, что он поднялся до высокого уровня, чтобы музыканты были повсеместно востребованы. Но то, что повышается, это факт. Вот у нас в Елабоге проводится музыкальный фестиваль Рождественского. Вот уже два или три года он, два, по-моему, точно, проходил. И, может быть, будет третий раз, если эпидемиационная обстановка позволит. Ведь народ идет, приезжают из Нижнекамска, из Чулнов, Менделеевска, из Казани едут, то есть из Мамадыша едут. Потребность есть, если на своих машинах кооперируются, и люди едут в другой город на вечер послушать вот эту музыкальную программу. Потребность есть. То есть музыканты востребованы, но к нам же приезжают музыканты мирового уровня, в том числе. Вот этот, я забыла его имя, пианист, который организовывает это все, Рождественский, он привлекает на основе своих личных связей из Германии, из Голландии, других стран наших же соотечественников. Там не столько зарубежные представители, сколько наши же соотечественники едут к нам в Елабугу, в такой захолустный маленький провинциальный городок, и делают этот город центром вот этого музыкального просвещения. Может быть и этот молодой человек, который сегодня в подземном переходе играет, он может быть тоже поднимется до такого уровня, но не сразу это произойдет. А пока он может быть себе на жизнь зарабатывает. По-разному можно эту ситуацию посмотреть. Но вы все-таки не ответили на мой вопрос. Почему экономисты бьют тревогу? Почему именно они поднимают вопрос об изменении парадигмы в системе образования? Почему они именно пишут о том, что необходимо у людей не вот эти вот читательские или математические умения и навыки развивать, хотя никто их не игнорирует, а необходимо развивать soft skills? Почему необходимо обращать внимание на развитие индивидуальности? Это нельзя никак связать с цифровизацией. Ну, очевидно, можно, раз уж вы так сказали. Просто, наверное, делай... Я подаю подсказку, чтобы сэкономить время. Да, да, да. То есть монотонную работу, однообразную работу и так, скажем так, компьютер выполняет. Вот, а еще в будущем она почти вся будет автоматизирована. И если эту монотонную работу автоматизируют, то будет всплеск освобождения рабочих рук. Кто останется при деле? Те, которые обладают soft skills, получается? Да. Представители творческих профессий, фактически их профессиональную деятельность автоматизировать эти же экономисты признают нельзя. не поддается автоматизации. Работа учителя не поддается автоматизации и цифровизации. Вот мы сейчас прошли такой вот путь овладения этими платформами Microsoft Teams, допустим, Google Class, Zoom. Ну, Zoom нам не разрешают пользоваться. Не знаю почему. И фактически мы пришли к выводу, что это, ну, временное средство, которое нельзя повсеместно использовать. Есть плюсы и есть минусы. Учителя эти платформы не заменят. Экономисты, они, в общем-то, я вам уже говорила, инновация, она нацелена на получение прибыли. У учителя своя прибыль, мы ее тоже рассмотрим. У экономистов материальная финансовая прибыль. И вот эту материальную и финансовую прибыль может только принести специалист, высокоподготовленный к высокой интеллектуальной производительной продуктивной деятельности. Причем эта продукция, которую он будет производить, должна быть уникальной, чтобы быть востребованной. Массовым спросом эта продукция пользоваться не будет. И таким вот, выпускать такой ширпотреб, который выпускают сейчас, в скором будущем будет невыгодно. Вся продукция должна быть индивидуальной. Отсюда и потребность в индивидуальностях. А мы хотим, чтобы все оставалось как прежде. Мы хотим остаться в том укладе, к которому мы укладе жизни и профессиональной деятельности, к которому мы привыкли. Но этого не будет. Это тоже надо осознавать, что общество сейчас из постиндустриального переходит в новую фазу своего развития. Это будет общество знаний. Но это не означает, что мы должны знаниями овладевать. В таком большом объеме нет необходимости. У нас же есть интернет. Но научиться производить знания, добывать их самостоятельно, не искать, есть разница между поиском и добыванием? Или нет? Не слышу ответа. Есть, конечно, поиск – это процесс, а добывание – это уже результат. Ну, хорошо. Вот поиск – процесс. Мы нашли в интернете знания. Это что, результат? Тоже же результат. Вы не нащупали разницу. Ну, если мы из всей информации какие-то крупицы вычленили, то мы добыли знания. Нет, я не согласна с вами. Знание, добывание знаний – это фактически исследовательский процесс. Исследовательский, в результате которого мы получаем объективно новые, принципиально несуществовавшие знания. А в интернете мы можем найти те знания, которые уже давно существуют. Нам не надо прилагать усилий для того, чтобы получить эти знания новые, объективно новые. Это разные вещи. Одно дело мы поискали, нашли. Другое дело мы годами иногда сидим и добываем принципиально новые знания. Так вот, то государство будет лидировать, которое будет жить за счет добывания новых знаний и создания на базе этих знаний новых каких-то продуктов. Вот сейчас посмотрите ситуацию, какая во всех крупно развитых странах идет процесс создания новой вакцины от коронавируса. Кто вперед? Идет соревнование. Это же интеллектуальное состязание фактически. Кто вперед? Кто следующий, второй? Кто третий? И кто десятый, двадцатый? Есть разница или нет? Новые технологии, то же самое. Кто вперед? Это же мировое лидерство. И фактически в этом лидерстве участвует всегда система образования. Это она готовит интеллектуальных лидеров. А мы привыкли работать на уровне «Повтори за мной». А если мне надоело за вами повторять, и меня это не устраивает, тогда что со мной делать? Тогда меня привлекать в более сложные виды интеллектуальной деятельности надо, чтобы я эту школу не бросила. И чтобы от меня в будущем была польза. И чтобы я в будущем была обеспеченным человеком. Вы должны как учителя обеспечить мое будущее, успешное, обеспеченное будущее. Вот тогда мы будем гуманно относиться к ученикам. А если мы только от звонка до звонка отработаем, это гуманное отношение к ученикам? У меня студентка заканчивает пятый курс инфака сейчас, Феррая Булатова. Вот о ней я говорила. Она участвовала во всероссийском конкурсе «Национальное достояние России». Не заняла, она стала лауреатом. Очный тур осенью будет. Я ее спрашиваю, Феррая, вы поедете или нет осенью? Да, я планирую, я хочу поехать. Я ее в том числе записала на всероссийский конкурс, который проводит Министерство образования. В Перми будет проходить. Я говорю, вы туда собираетесь ехать? Да, я хочу туда ехать. Понимаете, она участвовала в конкурсе на лучшую научную работу студентов КФУ и в номинации там стала победителем. К сожалению, в номинации, потому что работа хорошая. Я считаю, что не совсем заслуженно ее так вот оценили, не по заслугам. Но, с другой стороны, наблюдая за тем, как она работала, наблюдая за тем, как развивались ее способности, я на сайте нашего института, там заметка есть, что наши студенты стали победителями этого конкурса. Я там написала, что моя душа спокойная за будущее Фераи, оно у нее будет успешным. Почему? А потому что у нее развивалось на глазах у меня теоретическое мышление. Это очень важно сейчас. Это тоже soft skills. И у нее высокая работоспособность, у нее нравственное отношение к научно-исследовательской деятельности. Я думаю, что если это все у нее сохранится в будущем, а она, несомненно, пойдет в магистратуру, очное, скорее всего, это будет в Казани. И мне хочется надеяться, что с такими результатами, с таким портфолио ее на бюджет могут взять. То есть фактически вот это и есть гуманное отношение к своему ученику – обеспечить успешность. Да, я с ней индивидуально работала. Да, она многими вещами овладела на фоне других, которым развитие индивидуальности не нужно было, нужно так сказать. Каждый думает о себе. Каждый работает на свое будущее. Кто-то плывет по течению, а кто-то против течения. И те, кто против течения, и кому тяжело это дается, они в будущем бывают более успешными. Ну, а вернемся к этому вопросу. Извините, а можно задать вопрос, Надежда Николаевна? Конечно, да. А вот эту девушку Феррарио вы видите, вот она успешная, поступать будет, надеюсь, на магистратуру. Вы видите ее школьным учителем? Да. Она из сельской местности, у нее мама учительница. То есть она закончит магистратуру, она будет очень успешной, и она пойдет в сельскую школу учителем. Она может пойти и в аспирантуру. Это будет зависеть от того, кто с ней дальше будет работать и как будут работать. Вот. И если она не пойдет в аспирантуру, да, она будет в школе работать, я думаю. Вот она придет, вот Феррарио, девушка, да, вот она придет в школу. И вот у нее будет школьная программа. Стандартная школьная программа. Там по ФГО. Почему стандартная? Я бы не сказала, что она стандартная. Вот этот ФГО, многие учителя его даже не прочитали, к сожалению. И непонятно, почему такая ситуация сложилась. Не нравится. Вот этот ФГО многим не нравится. Вам нравится? Вы знакомы с ним? Да, конечно. Вы в школе работаете? Да, да, я учитель. Вы его прочитали? ФГО нет. То есть не от корки до корки. С общим образом идти как? То есть не прочитав вот от корки до корки, многие учителя говорят, что не нравится, плохой. На каком основании может учитель, не прочитавший высказывать? Вот это же невежество. Профессиональное невежество. С одной стороны. А с другой стороны, этот ФГО проходил международную экспертизу. И многие эксперты, в том числе из Великобритании, его оценили как один из самых лучших ФГО в мире. А вы говорите стандартный. Нет, я имею в виду, что вот, например, ученик поступает, например, в восьмой класс или в девятый. У него есть определенный набор тем, к которым он должен пойти. Вот я это имею в виду. Я вот хотел задать вопрос. Например, вот в прошлом году я преподавал определенную тему. И, скажем, сработали мои приемы, сработали темы. Мы решили определенные упражнения, задачи. И ученики тему поняли. На следующий год, через два года, через три года. Нужно ли мне как-то менять, стараться как-то изменить ситуацию? Или раз это работает, может мне просто оставить как есть и продолжать так же работать? Ну вот, во-первых, через... На следующий год другая тема у вас будет? Через год еще другая тема? Нет, нет, вот именно вот следующий класс. Я вам скажу, приемы и методы одни и те же нежелательно использовать. Потому что если ученики их уже через них прошли, они им знакомы, они у них не будут вызывать интереса. А процесс обучения, он должен иметь инновационный характер. То есть фактически, я не могу сказать, что на каждом уроке вы должны что-то инновационное использовать, но все-таки обновлять процесс обучения надо. Как, в чем, это мы дальше посмотрим. Но изменения должны быть, иначе вы сами застынете и не будете развиваться. И еще есть один момент, когда учитель застывает и перестает что-то новое внедрять, у него тут же начинает проявляться синдром эмоционального выгорания. Вам это не надо. Вы должны заинтересованно работать. Вы должны идти на работу, знаете, ну, как раньше говорили, как на праздник. Вот мне, например, нравится до сих пор работать. У меня большой стаж работы. У меня солидный возраст. Но у меня нет синдрома эмоционального выгорания, и фактически его никогда не было. Почему? А потому что у меня всегда что-то интересное было. Причем оно было у меня и внутреннее, и внешнего характера. Внешнего характера – это вот участие в конференциях, в конкурсах. Причем я систематически готовлю студентов к таким формам работы. И я всегда жду. Понимаете, у меня всегда ожидание результата, положительного результата. Он не всегда бывает таким, каким я его ожидаю, но очень часто. И я понимаю, почему вот здесь у меня не такой результат, как я хотела бы. Потому что и конкуренция недобросовестная. У нас нет там нравственных вот этих механизмов регуляции пока. И, может быть, от меня что-то зависело, я упустила. Ученик, может быть, вот такой попался упертый, который не понимает, почему я от него это требую. Он делает свое и делает не так, как положено это делать. Разные ситуации бывают. Бывает хорошая работа, но речь у человека бывает плохо развита. Бывает человек замкнутый, такой зашеленный, плохо выступает, плохо презентирует свою работу. А бывает человек праздник радостный, и он свою пустую работу иногда так преподнесет, что она всем понравится. По-разному это бывает. Но, тем не менее, вот такое ожидание хорошее, оно всегда есть в моей работе. А если говорить о внутреннем состоянии, я иду к ученикам, знаете, ну вот мне интересно с некоторыми встретиться снова. Они мне доставляют удовольствие. Я испытываю радость от встречи с ними. А бывает и наоборот, я не хочу в эту группу идти. И вы, наверное, не в каждый класс хотите идти. Но мы же не можем выбирать. Все по-разному бывает. Вот как раз я об этом хотел сказать насчет инновации, творческого подхода. Ученики, которые откровенно заинтересованы в предмете, обычно не бывают на весь класс. Относительно каждого предмета бывает, ну не знаю, 5-6 человек, может, в классе, которым это очень интересно. Я вам по-другому скажу. Очень многое зависит от нас. Если мы тех, кто не заинтересован в вашем предмете, оставим в покое, это самое пагубное дело. Нельзя работать с несколькими учениками, которым это интересно. Остальных надо шевелить, тормошить, как хотите, их надо активизировать. Почему? Потому что мы должны заботиться об общем фоне. Чем выше фон обученности учащихся, тем больше у учителя шансов добиться результатов работы с индивидуальными учениками. И вообще повысить успеваемость всего класса. Очень многое иногда приходится прикладывать усилий. Я выхожу иногда вот с лекции или с семинара, у меня по позвоночнику бежит струя пота. И несколько раз, несколько лет уже, вот последние годы, лет 20, я слышу, что, Надежда Николаевна, после ваших занятий мы больше устаем, чем после других занятий. И мы, в общем-то, ну тоже потеют, по-другому сказать. То есть фактически это должна быть напряженная работа и учителя, и учащихся. Расслабляться нам нельзя. И приведу в качестве примера. В 2000 году, после многолетнего перерыва, наверное, лет 12 был перерыв, в 90-е годы вы слышали, что это за годы были. Не проводились ни конференции, ни конкурсы, и вдруг пришло информационное письмо в институт, что в Волгограде будет Всероссийская Олимпиада по педагогике. Ну, я олимпиадник, я конкурсник. Это те формы работы, которые даны не каждому. Это для сильных людей. И я обрадовалась. С одной стороны, обрадовалась, с другой стороны, я начала активно готовить. И я поняла, что мне надо работать не с этими двумя девочками, с которыми я поеду, мне надо работать со всем курсом. Понимаете? Со всем курсом. Этот курс был достаточно хороший. И чем выше рос этот курс, тем выше росли эти две девочки. То есть вот общий уровень, общий фон, он дает призеров Олимпиад, конкурсов, конференций и так далее. Чем слабее класс, чем слабее курс у нас в институте, тем меньше шансов найти там вот этих индивидуальных людей. Они тоже слабы, несмотря на то, что вот они выделяются, но они слабенькие. И поэтому я, когда мне говорят, у вас инфаркт хороший, извините меня, я прихожу 1 сентября на первую пару, я начинаю с них сразу спрашивать, я начинаю с ними работать. Где-то в апреле, может быть, конференции будут, конкурсы будут, а я с 1 сентября, с первого занятия начинаю с ними работать. Не за месяц, не за неделю, а в начале учебного года. И на первом курсе, не на пятом, на первом курсе я начинаю с ними работать. За короткий промежуток времени способности не развиваются. Они развиваются долго, трудно, но надежно. Если человек, если учитель не бросает это занятие, если он преодолевает свою усталость, ну, может быть, надоедает ему этим заниматься, нельзя бросать, надо продолжать. Я не ответила на ваш вопрос. Вы не то хотели услышать. Надежда Николаевна, вот вы работаете с олимпиадниками, да, ну, как вы сказали. И вы говорите, что нужно со всеми работать одинаково, ну, в одинаковое количество времени. Нет, почему? Есть индивидуальный подход. Вот. Вот я это как раз хотел спросить. Вот есть класс, например, 20 человек. Три-четыре ученика там выделяются, они на голову выше остальных. Да. И я буду давать всем одинаковое задание, я буду говорить, смотрите, у вас, видите, вот... Нет, вы утонируете или вы недопонимаете, или утонируете. Я же вам сказала, есть индивидуальный подход. Я этим трем-четверым тоже задаю вопросы, но по уровню сложности намного выше, чем другим. Одним один вопрос, другим другой вопрос. Это индивидуальный подход. Вот. То есть все-таки мы не можем весь класс развивать одинаково. Мы можем. Мы уровень должны повышать. И как только я вижу, что вот этот Петя справляется с этим вопросом, я тут же начинаю ему задавать более сложные вопросы. И он у меня меньше отвлекается, он у меня активнее мыслит, и он, в общем-то, прогрессирует в своем развитии. Можно. Но надо гуманно к этому когда-то отсталому Пете относиться. Надо понимать, что у него потенциал есть, и что с ним надо работать. И он откликнется, этот Петя, он отзовется, и вы ему надолго запомнитесь, запечатляетесь в его памяти даже тогда, когда его уже в школе не будет. Мы работаем ради учеников и для учеников. Вот у меня заплатная плата была всегда на последнем месте. Я ее получаю. Она у меня неплохая. Я не могу сказать, что я мало получаю. Вот знаете, грех было бы сказать. Ну, а я ее никогда не жду, как некоторые мои коллеги смотрят в соту, он поступил и не поступил, ой, не перечислили, ой, не перечислили. У меня нет такого вот состояния. Я знаю, что она все равно придет. Меня она не волнует. Понимаете? Да, я когда начинала в школе работать, у нас был праздник, тень заработной платы. Но со временем от меня это ушло. Для меня главное ученик, студент и особенно одаренный. Особенно. Потому что я понимаю, что с ним я должна не только на занятиях поработать, но еще и после занятий индивидуально, бесплатно, без расчета на какую-то компенсацию моих затрат. И еще есть один момент. Вот я в этом году учебном мне дали в первом семестре группу курс на биофаке туркмены. Все сплошные туркмены. Вы их видели. Я им одной третий, одной четвертой, наверное, одной четвертой поставила. Из 83 я поставила 14 зачет. А остальные, начиная с середины января и вот до самого карантина, индивидуально приходили ко мне и рассказывали каждый вопрос этого зачета. Каждый. И примерно 40 человек у меня сейчас там зачтено. Ну, больше немножко. А остальным я зачет не поставила, так как мои коллеги не глядя. Как только мы выйдем на занятия, они у меня продолжат. Там есть на подходе, которым я могу поставить. Есть такие, которые не приступили еще. Если он не приступил, если он зачет не сдал, я ему подарок должна делать. Я их всех поставила в известность, что я не Дед Мороз. Что вы будете работать. В ущерб мне, моему свободному времени, моей профессиональной деятельности и моему здоровью. Надежда Николаевна, а насколько эффективен такой подход? То есть, вот класс, да, и вы хотите свое свободное время, ну, вы это делаете, свободное время потратить на этих учеников. Да, я спрашиваю самих студентов, туркменов, есть ли польза для них от этой работы. Они слабо владеющие русским языком говорят, да. Вы нас учите русскому языку, вы нас учите учиться. Мы поняли, что надо работать. И, наверное, это вот есть самое главное. Они никому не нужны здесь. В другой стране брошенные, не отдаленные вниманием нашим. В общем-то, не всегда положительное отношение к ним у нас. Мы, правда, его сдерживаем, но каждый из них все равно это индивидуальность. И надо понимать. Вот они, многие, не хотят учиться главное диплом, а фактически надо им разъяснять, что диплом – это все в прошлом уже. Для них, для их страны – нет, это не в прошлом. Для нашей страны – в прошлом. Им надо объяснять, что их ждет, в том числе, через несколько лет. Я хотела вас спросить, вы когда-нибудь видели атлас новых профессий? Не видели, да? Нет. Нет. Вот вы ради любопытства найдите в интернете, в свободном доступе есть, атлас новых профессий за разные годы. Есть за 20-й год. И посмотрите, вы полистайте, вот в какой сфере какие профессии будут востребованы, какие профессии устаревают, их называют профессиями пенсионерами, какие профессии исчезают. И вообще обратите внимание, название профессий, направление профессиональной деятельности. Я вот с этим, когда знакомила этих же студентов-туркменов, знаете, лица менялись. И у меня у самой то же самое, внутри все переворачивалось. Я иногда даже думала, как хорошо, что я такая старая, извините меня, и мне вот это все не грозит. А вы же молодые. Вы посмотрите. Над этим атласом новых профессий тоже работала команда, и, в общем-то, много времени на него потрачено. И хотелось бы, чтобы этот атлас новых профессий заставил молодежь задуматься над своим будущим. И можете его использовать в профориентационной работе со своими учениками, если вы в школе работаете, но это только для старшеклассников, подростки не поймут. Есть еще вопросы? Так, а с кем я так хорошо беседую, можете представиться? Это вы мне или кому? Вам, наверное. Мухаммед Фельдус Ильясович. Очень приятно. Надежда Николаевна, но все-таки я как учитель, преподаватель, вы скажу, что раз вы тратите свое свободное время на дополнительные уроки и, можно сказать, жертвуете с собой, то есть при всем огромном уважении вы все-таки обесцениваете свой труд. Нет. Потому что ученик скажет, вот смотрите, вот я посидел на уроке, но мне же потом все равно объяснят. Со мной отдельно посидят. Зачем я буду сейчас париться, грубо говоря? Нет. Дело в том, что вот эти студенты, с которыми я занимаюсь, если они попали в трудную учебную жизненную ситуацию? Во-первых, их не должны были набирать незнающих русский язык. Должны были там, в Туркмении, пропустить их через экзамены по русскому языку, да? А как можно обучать их незнающих русский язык? Это же нонсенс. У них была программа на 72 или 76, 72, наверное, часа по русскому языку. Две недели преподаватель болел, часы пропали. То есть их не доучили русскому языку. И потом за 72 тоже их не научишь. Я их не заставляю приходить ко мне. Я им предложила, сказала, вот когда вы мне каждый вопрос ответите, они не в состоянии, не владея русским языком, и потеряв навыки учебной работы, они многие, ну, в солидном возрасте, по 30-33 года, у них по трое детей, они давно работают, физически работают. Поэтому у них опыт учебной деятельности потерян, его надо восстанавливать. Вот. И я им сказала, хотите зачет получать, приходите, отрабатывайте. И их постепенно становилось все больше и больше. Я не требую, я контроль веду, я баллы записываю. В общем, и я посмотрела, идет прогресс. У тех, кто старается, идет прогресс. Вот разговорный устный у них плохой. Чтение у них стало получше. Педагогическая речь у них стала получше. И, в общем-то, они стараются. Не все, но большинство стали стараться. И это, в общем-то, меня успокаивает. Я же говорю, они приходят добровольно. Некоторые преподаватели жалуются, о, от их не загонишь, не надо загонять, они идут сами. Это первый курс. И опять обращаю ваше внимание, они не запущены педагогически. Я не могу, не глядя им поставить, и передать другому преподавателю, как это делают на моих глазах мои же коллеги. Я не могу. У меня профессиональная совесть не позволяет мне это сделать. И есть еще профессиональное мужество, о котором я уже говорила, которое помогает мне противостоять мнению моих коллег. Еще есть вопросы? Можно я прямой вопрос задам, Надежда Николаевна? Вот это дополнительные уроки вам воплотились? Ни копейки. Я не претендовала, я вопрос не ставила. Но есть вот этот целый курс 80 с лишним человек, которые мне благодарны, и мне больше его не надо. Еще про мои вопросы есть? Если нет, у нас осталось 3 минуты буквально, по-моему, да? Вы все переписали с этого слайда? Да. Тогда давайте пойдем дальше. Значит, я набрала вот несколько таких высказываний, которые мне понравились. Я вот эту презентацию когда-то делала 2 месяца. То есть это не так, с бухты-барахты присел, и у тебя получилось, и пошел дальше. Вот эта презентация – это 2 месяца. Ну, технически оформляла не я, конечно. Вот у меня был аспирант, он мне помог такой фон подобрать, вот расположить. А у меня до этого было то же самое, что я сама сделала, такое темное было, невзрачное. Вот так вот, а сейчас оно меня больше радует. И вот посмотрите, общая классификация инноваций. Это вам надо просто прочитать, чтобы расширить свои знания в области разнообразия инноваций. Но здесь есть и в экономическом развитии, и другие, здесь общая классификация. Как только вы прочитаете, дайте мне, наверное, уже больше мы не успеем. Завтра мы с этого начнем и продолжим. То есть нам надо понимать, какие эти инновации существуют, какими из них мы можем заниматься сами, какими из них занимаются наши коллеги, для того, чтобы компетентно с ними общаться. Кругозор инновационный, он у каждого из нас должен быть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дочитали? Дочитали? Доктор субтитры создавал DimaTorzok Доктор субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доктор субтитры создавал DimaTorzok Доктор субтитры создавал DimaTorzok Доктор субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за работу, за диалог. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго.